друзья всем привет как вы уже догадались в этом видео я отделываю фундамент поделюсь с вами всеми этапами отделки от подготовки до замешивания цемента и даже покраска все войдет в одно видео поэтому подготовьте для себя чаечек и кофеечек и приготовьтесь наблюдать за полным процессом отделки фундамента так первый этап завершён я очистила фундамент всего от грязи и от того что уже отставала потом я убрала пыль даже пропылесосила чтобы получше еще было и прогрунтовала грунтовкой глубокого проникновения не жалея прям очень хорошо прям очень сильно грунтовкой прошлась это очень важно грунтовка на этом этапе очень важна поэтому кто будет повторять не пропускаем этот этап и обязательно грунтуем помощник мой глявный я практически готова к работе что я приготовила это водичка шланг смотрит туда потому что у меня периодически вырывает его там не хватает сил так подтянуть чтобы не вырвалась песочек емкости в одном буду мешать в другой буду опускать миксер будет просто водичка и туда в миксер клеевой раствор гладилки как-то так почти готова почти настроена на интересный день но сегодня в планах заделать все какие-то трещины это и так бы заделать в принципе можно было бы сразу уже приступать к работе даже не заделать но я хочу выровнять потому что хочу первый слой все-таки выровнять и вот здесь у меня побольше здесь надо прямо сделать вот что-то вот с этим углом надо сделать вот как раз сегодня и займусь вот а завтра уже будет самая сложная работа но сегодня получается подготовка подготовка все еще подготовка вот и тут тоже и тут тоже но здесь тоже мало чего как бы фундамент сам по себе достаточно целый и сколов практически каких-то и нету но есть трещины вот с этой стороны вообще даже и трещин то нет на фундаменте здесь есть но тоже не есть не сильно так много я считаю что это в принципе ничего но все равно поработаем поделаем красоту это мой первый замес поэтому здесь я не буду говорить каких пропорциях что я добавляла здесь еще можно сказать эксперимент хотя моя подруга которая занималась когда-то на платной основе отделкой фундаментом мне все пропорции все сказала как и что делается но все-таки первый я решила просто делаю для себя и смотрю потом когда я замешала я снимала видео отправляла ей она мне говорила такой густоты не такое но получается я перепроверяла так ли я все делаю в этом моменте я использую шуруповерт чтобы размешивать хотя у меня рядом лежит миксер честно я боялась включать миксер и когда вот я его вот сейчас держу в руках вот первый раз на видео я не могу понять где же он включается я со всех сторон смотрела не могу понять откажу включается там оказывается на ручке прям включатель ну весело я думала что миксер будет очень сильно вырываться из рук что я его не удержу на самом деле девчонки не боимся никуда он не вырывается там даже две скорости не знаю какой у вас будет какой вы найдете управляться им достаточно легко поэтому зря боялась хотя и дальнейшем я также сначала немножко размешивала шуруповертом с насадкой а когда уже раствор становился густой и все туда добавленное было добавлено тогда я уже брала миксер и непосредственно миксером уже хорошенечко все перемешивала здесь я демонстрирую какой густоты раствор должен получаться я сделала все неровности но вот здесь очень все печально здесь я буду делать что-то в виде камня типа глыбы потому что раньше этот дом был длиннее но его же ломали ну хотели сносить поэтому не очень аккуратненько ломали вот эту часть получается они уже были сломали тут продолжение дома было прям выход вот все было здесь я так не сильно выглаживала потому что будет дальше декоративный слой еще один когда я буду все делать как раз таки красоту пока больше просто заделать такие большие выбоины хотя вроде как можно было бы уже сразу делать отделку но я что-то решила поэтапно знакомство с бетоном я первый раз все это делаю поэтому мне не горит как говорится лучше еще немножко помучаться а вот с лицевой части дома вообще сколов никаких не было и глубоких трещин там минимальные я решила что грунтовать уже можно грунтовала я очень обильно прям не жалея и это очень важно и также решила начать свою отделку фундамента с лицевой части дома потому что там меньше объем работы и я решила что на меньшем объеме будет легче начинать чем сразу с торца где объем работы такой внушительный я подготовила новый раствор и приступила к нанесению на стену а я использовала и строительную кельму и в процессе я потом начала и шпателю использовать что и только не использовала кельма строительная для меня очень тяжелая я вот в первый день я работала больше всего кельма и на следующий день у меня кисть не поворачивалась я понимала что все мне ее не удержать поэтому я там и руками и шпателем чем я только на раствор не наносила без практики без какого-то какой-то силы в руках это сделать тяжело набрасывать у меня тоже не получалось потому что я видела что можно накидывать руками там по всякому но я не умею так делать все-таки это нужна практика мне проще было в процессе брать немножечко наносить на кельму размазывать не набрасывать вот с бросанием я и так и так пробовала я по-разному пробовала и можно сказать я находила свой вариант как для меня легче и проще как для меня удобнее несмотря как я понимаю строители сейчас начнут охать и ахать что это все не так и не так я делала так как удобно мне я искала свой вариант нанесения с которым не будет легко справляться я понимаю что не так конечно все плохо но для меня все замечательно и судя по результату который у меня получился я довольно я считаю что как не делаешь даже если неправильно но ты стараешься в итоге по-любому получится если вкладывать в эту душу и действительно стараться то в любом случае получится а да кстати на стену я брызгаю просто водичкой дальше можно сказать мой лайфхак мне никто так не говорил делать ну я вижу что так намного лучше я брала кисточку мочила ее в воду очень обильно смачивала кисточку водичкой и легкими нежными движениями слегка проходилось и таким образом я убирала все следы от кельмы с поверхности далее я взяла валик но это обойный валик вот у меня завалялся я его использовала чтобы сделалась небольшую шероховатость как вот на камнях бывает шероховатость вот так вот я делала этим валиком также я его смачивала чтобы ничего не прилипало в принципе можно это делать большой губкой но у меня были только маленькие губки как для посуды поэтому я нашла для себя вот такой выход тоже получалось неплохо так пока у меня там сохнет я готовлю эскиз какие камушки у меня будут я беру просто вот рисую вот я такой рисовал разные тут варианты и так и так и так смотрю какой вариант мне понравится вот я выбрал вот этот вариант тут вот такие острые рисовала всяко разные большие очень рисовала слишком мелкие не буду делать и приблизительно через два часа я начала вырезать камушки почему два часа иначе будет слишком много либо отваливаться и еще я заметила если раньше начинать очень тяжело убирать мусор вот когда что-то вырезаешь потом остается мусор который надо кисточками смахивать когда раствор мокрый то получается грязь и размазывание а так когда он уже практически такое ну хорошо схватившийся и кисточкой хорошо убираются вот эти вот остаточки просто берешь его и как веником без проблем смахиваешь инструмент которым я вырезала все камушки это на самом деле обычный шампур вот когда покупаешь в пятерочке вот этот вот набор для шашлыка такой дешевый за 700 рублей и там 900 то там идут вот такие шампуры одноразовые вот они очень легко гнуться и из них можно сделать вот такой инструмент просто согнуть я брала отвертку и на отвертку как бы сгибала чтобы был такой небольшой кружочек прям узенький узенький кружочек не совсем чтобы такое как ушко получилось в итоге обратной стороной от шампура очень легко и удобно вырезать как будто бы сколы камня как будто бы трещины для камня делать очень удобно прям такой узенький он и как ножик острые очень прям попробуйте никакие дополнительные инструменты которые стоят там наборы денег там разного размера вообще не нужны вот прям один шампур и и все и просто будет красота ну просто ничего вам больше не потребуется гарантирую да Продолжение следует... Доброе утро, друзья! 7 утра, приступаю к работе. Буду грунтовать, чтобы через пару часиков подсохнет. Я думаю, через часика-3 подсохнет, и можно будет приступать к работе. Я буду начинать больше с этой части, потому что там у меня был более такой большой ремонт. И думаю, что там еще не просохло. Поэтому чуть-чуть вот здесь не загрунтую, а вот только вот всю эту часть. Ну, за целый день у нас вечером прохладно, а днем очень жарко, до тридцатки добегает, поэтому высохнет. Вот, все, приступаю к работе. Так, ну еще не высохло, конечно, но... Я смотрю, как смотрится днем. Блин, классно смотрится! Класс! Мне очень нравится! Оно когда высохнет, еще лучше будет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вот здесь уже видно на следующий день, что я начинаю работать шпателем. И, в принципе, за трубой было сложно подобраться кельмой, поэтому шпатель здесь самый тот инструмент. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне кажется, это достаточно залипательный процесс, и даже музыка дополнительная нам здесь не требуется. Вот так вот легко и быстро, все на видео, на самом деле я занималась этим весь день, нанесением и потом вырезанием камней. Далее, как я говорила, я сглаживала кисточкой, я ее мочила обильно в воде и легкими движениями, еле касаясь, проходилось по своей работе. Тем самым, смотрите, как наш бетон превращается, как будто бы в один огромный камень, прям такой гладенький, хороший. Ну а шероховатости я добавляла вот этим валиком. Это валик для поклейки обоев. Я думаю, что вы поняли, что за он у меня валялся, он мне в принципе, не знаю, пригодится когда-нибудь или нет, и я решила его использовать. А вот это вот один из любимых моментов, таких творческих, когда надо увидеть, нарисовать у себя воображение, а потом перенести это на стену. Как будут выглядеть те камуши, какой у него будет рисунок, какой будет размер, изгиб, как он будет соприкасаться с другим камушком. И вот это надо все в голове представить, а потом нарисовать. Я предварительно нарисовала на листиках, посмотрела, какие вообще виды камней мне нравятся. Там бывают всякие острые, ну их много вариантов, вы просто выберете, когда будете делать, какой дизайн вам нравится. Потому что все-таки это на любителя. Кому-то нравятся острые, кому-то вообще под отделку кирпичом. Ну тут уже вот просто на что ваша фантазия, прям все, что захотите, что будет вашей душе угодно. Продолжение следует... 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 Так, продолжаю отделку. Сегодня мне надо сделать вот эту часть... Вот так смотрится сделанная... блин у них так нравится вообще класс классно классно здесь конечно да будет непросто та-та-та тут красивенько все и вот так вот и тоже хочешь снимать так ну что готовим раствор будет 2 водички 2 водичка но не буду выливать до конца оставлю половинку и легче добавить так клевой раствор у меня и теперь бетон по размерам от клеевого я насыпала получается два с половиной и теперь пять песка давайте вам сразу покажу как мыть инструмент он для меня тяжелее поэтому сначала как потом так теперь будет список уже будет тяжело мешать из-за у нас 5 вот Так, у нас. Приятно, надо будет еще разечку добавлять, как раз оставшуюся. Ну что, папер миксер, опять дело. Водички еще надо, но как бы не переборщить, как прошлый раз. Так, получается половинку еще надо. Все, подожду по чуть-чуть. ПОДПИШИСЬ! Все, папер миксером я быстро все сделала. Приступаю к работе дальше. Одеваем перчатки еще повыше, побольше. Перчатки маленького размера. Обычно они огромные. Работаешь, они сползают. А эти прям, ну конечно не качество вообще, а таз. Ужасные перчатки по качеству, но по размеру ничего себе. Прям плотничком. Вот это номер. Обычно я привыкла, что их теряешь, а тут... Вот. Делают все-таки иногда поменьше. Ну дырявые конечно, но у меня там вторые. Просто битон потом будет трескаться пальцем. Поэтому лучше защититься. Так что задача, я надеюсь, справиться до того, как солнце сюда придет и здесь будет невыносимо. столово, это жарко. В следующемselе. Трая, ну да. Ура! Ну да, ну да. Горосвийцы. Трубка. Ура! 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 Продолжение следует... 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 Я добавила немножечко коричневого и черного. У меня получается в грунтовку обычную, вот как везде она продается в глубокое проникновение, добавлено было немного серого и коричневого. И таким образом я не нанесла на всю свою работу, и мои камушки стали чуть-чуть темнее. Далее я подкрасила низ домика в зеленый цвет, потому что когда я сбрасывала снег, то корябала вот низ моего домика, где-то краску сцарапала. Во время озвучения видео я заметила, иногда присутствует рычание моего паечки. Это он меня охраняет, возле меня бегает, прыгает. Я делаю озвучку сейчас, сидя в беседке. И смотрю на свой отделанный цоколь. Реально очень хорошо, красиво получилось, поэтому от всей души, от всей сердца советую вам и стараюсь раскрыть все-все-все моменты, которые я использовала. Кстати, дальше на видео я использую лак, специальный лак, который я купила на АВБ. Рекламировать лак этот не буду, потому что я не знаю, как он себя в будущем поведет. Я его первый раз купила. Но это специальный лак по бетону и кирпичу. И это самый последний, заключительный этап. Лак, кстати, мы наносим после того, как наш цоколь полностью высохнет. У меня уже грунтовкой все-все слои высохли, а лак я наносила опять на следующий день только. Наконец, последний день. Мне сегодня осталось просто вернуть землю обратно. Заключительный день. Ура! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok